сегодняшний ролик начну со слов александра невзорова и взоров про разборки российских либерал свой кукольный театр они играют в пустом зале даже самый маленький самый известный в сушник меняет мир круче и заметнее чем все они вместе взятые правда кукольным театром только это можно назвать всем привет всю прошлую неделю определенный сегмент социальных сетей прям полыхает что же это за сегмент это тусовка так называемых хороших плохих простых русских оппозиционеров что же там происходит интриги скандалы расследования так по-моему говорили в общем на самом деле происходит обливание друг друга грязью весь нормальный мир все человечество смотрит на вас наверное с недоумением может быть может со смешкой я не знаю может с презрением вот украина точно смотрит с презрением те сто процентов если раньше из украинцев кто-то еще мог надеяться на так называемую оппозицию российскую что что-то изменится на территории то сейчас нет глядя на вас это сразу же понятно то в россии ничего не изменится поэтому если вчера было 90 процентов то на вас смотрелся с презрением со стороны украины то на сегодняшний день сто процентов и они правы знаете почему правы потому что без победы украины в россии ничего не изменится и никогда не изменится история вас ничему не учат а кто вы такие мелкие воришки служители власти им все равно главное чувство презрение но вы на украину не обращайте внимание как говорит ходорковский он общается с российским народом и большинство таких оппозиционеров также рассуждают украина нам по боку а вот россияне россияне нас поддерживают после ваших таких скандалов разборок то вас поддержит никто украл веник не украл веник для них неважно главное что украл кто-то украл это украл кто-то служил псб вот это и кто вас смотрят увидят и расскажут соседям вова путин уже украл триллион ему больше не надо вот такая такое рассуждение в основному населению а вот вы дарьетесь до власти будете красть ну и в общем ничего хорошего от вас нет на самом деле что же все таки есть хорошего от вас не че то еще раз скажу без победы украины ничего россии не изменится а поэтому вам все усилия нужно приложить для того чтобы украина могла победить это значит тех странах где вы находитесь нужно общаться с властями со средствами массовой информации и умолять уговаривать все страны которые в которых вы находитесь оказать как можно больше поддержки украине они ваке не выпрашивать себе гранты на которые неплохо вам живется вам сегодня нужно все до последней копейки отдавать вооруженным силам украины еще раз скажу без победы украины ничего на территории не изменится ну и еще совет не знаю совет и совет с чего начинается новая страна с чего начинается возрождение очищение для вас пример японии милитаристской японии и нацистской германии ни о чем не говорит с покаяния так вот сегодня вся оппозиция вместо того чтобы кусаться между собой должна встать на колени и от лица всего народа который как бы вы представляете начать каяться перед украины перед всем миром говорить о том что это мы мы допустили лишил его фюрера к власти это мы мы напали на украину и не надо отгораживать себя от тех кто нападает это война не путина это война всей россии против свободы против человечества поэтому начинать нужно с покаяния и с помощи украины вот это самая главная задача они то чем вы сейчас занимаетесь мне кажется я понятно выразиться из покаяния не будет никакого очищения после покаяния может быть и суд он после суда и еще одно покаяние и обязательно а теперь про прекрасную россию будущего оппозиционеры расскажите мне расскажите мне за всю трехсотлетнюю историю россии вот огромной россии с петровских времен когда она назвала себя империи хоть один период протяженностью год-два когда в ней было все хорошо прекрасно нет таких периодов а если есть то пожалуйста расскажите так для чего вы собираетесь сохранить эту территорию все говорят о территориальной целостности а мне кажется нет я уверен что если россия останется даже с другим режимом но на такой же территории то все вернется на круги своя чем проблема чем угроза для людей которые живут на территории если россия будет представлять точнее россии не будет а будет несколько государств для примера скажу новгородская республика была и жила хорошо почему сейчас там нищета и запустений может потому что она прекрасную россию будущего пришла или прекрасная россия будущего завоевала его не было отдельным государством поморье архангельская область но они жили самостоятельно отдельно и жили неплохо пока туда не пришла прекрасная россия будущего вот эти исторические примеры у вас голове никак не начинают работать восприниматься вам нужно сохранить целостность нет вам кроме того что нужно помогать украине нужно рассказывать про и регионы которые могут стать самостоятельными что у них будет хорошего может ли жить Камчатка самостоятельно а если не может то почему а может дальневосточная республика может жить там 11 регионов российской федерации и они все самодостаточны только при путине они убыточны подведу итог надо перестать выяснять отношения между собой встать на колени каяться перед всем миром и в первую очередь перед украиной помогать украине и населению территории разъяснять как можно жить в том или ином регионе если он будет самостоятельным среди вас много экономистов вот и постарайтесь подумать да еще несколько слов про территориальную целостность там Макрон еще кто-то заявляет о том что никто Россию разделять разрушать не собирается на самом деле это ну слова которые ждут россияне не более того популисткой и если Россия в том своем виде перестанет существовать в котором она сейчас есть то от этого плохо никому не будет будет только хорошо 10-15 сколько там государств это не будет угроза миру первое ну и естественно для самой самого населения территории это будет только благо еще раз хочу спросить назовите мне хоть одну небольшую страну Швейцарию Данию Швеции Финляндию где стало плохо от того что они такие небольшие по территории нет нет таких примеров а вот Россия является антипримером как раз огромная территория и никогда подчеркну еще раз никогда за все время существования ничего хорошего с этой территории не исходило вы это хотите сохранить это этот рассадник злоба агрессии зависти лжи потому что если она сохранится еще раз говорю в таком виде то ничего хорошего ожидать от нее не приходится ну а тем кто меня смотрит тем кто меня поддерживает всех моих подписчиков я прошу делитесь этим видео копируйте ссылку вставляйте в комментарии на тех каналах которые там кодорковский лайф навальный лайф и прочим потому что когда я им пишу они не отвечают пусть расскажут на аудиторию что же они предлагают пусть приведут примеры того времени когда в россии было хорошо или когда россия кому-то цивилизованному миру делала хорошо оказывала помощь нет такого нет такого исторического момента ни одного и даже вторая мировая война это не пример это пример оккупации таких стран как Чехия Словакия Болгария и многих других страны Балтии на себе это ощутили поэтому еще раз прошу делитесь видео обязательно не нужно лайков а вот делиться делиться нужно обязательно копируйте комментарии всем добрым людям всего хорошего и Украина обязательно победит с помощью российской оппозиции без помощи но победит с помощью всего мира всем доброго здоровья и синего неба над головой субтитры субтитры